Из чего сегодня складывается стоимость бензина и стоит ли ждать резкого скачка цен? Об этом мы поговорим с топливным аналитиком Анатолием Шицковым. Он на связи с нашей студией. Анатолий, здравствуйте. Скажите, чего ждать водителям дальше? Сколько рублей в поднятии акциза на столько рублей и продолжает стоимость на АЗС? Не сразу, постепенно, в течение года. У нас есть официальная инфляция и условно есть такая позиция, что контролирующие органы не будут допускать поднятия розничных цен на высшего уровня инфляции. А почему подняли акцизы и как часто их могут пересматривать? Я думаю, что да. Это способ пополнения бюджета. То есть, если у тебя дорогой автомобиль с большим объемом двигателя, ты много ездишь, ну, это вот такой способ налоговложения. Исходя из статистики, опять же, прошлых лет у нас обычно это делается раз в год. Ну, вот в 2013 году так же было два раза в год. То есть, на новый календарный год планирую повышение было и потом в летнем, в июне или в июле. А скажите, а цены на продукты могут вырасти? Да. Транспорт составляющий есть во всех перевозках. Соответственно, это будет все бестоемные складываются перевозки продуктов, производства и так далее. Из чего же складывается цена на бензин сегодня? В процентном соотношении 10-15% наверное стоимость нефти. Остальное это транспортные расходы, производство, маржа и налоги, акцизы, налоги. То есть, порядка более 60% входит. Спасибо, Анатолий. А я напоминаю, что на связи со студией был топливный аналитик Анатолий Шицков. Анатолий. Анатолий. Анатолий.